Здравствуйте, уважаемые зрители! Недавно я делал видео, как я играю за зомбированного в модификации Lost Path. Мне не понравилось, как работает эта модификация и как развивается моя группировка. У меня не получилось её вообще как-то активировать, чтобы отряды хоть что-то захватывали. И я вспомнил, что существует ещё один интересный мод, который гораздо лучше, чем Lost Path, как по мне. Он обладает большим функционалом, и в нём я уже какое-то время проводил. В общем, предлагаю сегодня перенести наше прохождение на модификацию Великая Война. Lost Path ставим позади, но возможно ещё когда-то вернёмся к этому моду, если выйдет на него обнова. А на Великую Войну недавно вышла обнова, кстати, это было перед Новым Годом. Хоть она была не особо-то большая, но она привнесла вроде стабильности в игру. Итак, выбираем группировку зомбированные, покатаем всё-таки за зомби, попробуем захватить всю зону, если, конечно, получится. Слава тебе, господи, есть такой выбор, за зомби можно поиграть. Одна иконочка всего-то. Ну, а перед тем, как продолжить видео, я попрошу вас подписаться на канал, обязательно ставьте лайки, нажимайте на колокол и подписывайтесь на телеграм-канал. Всем приятного просмотра, уважаемые, и приятного аппетита. Бля, а как же здесь много группировок. Тут присутствуют и диалоги, Каос, совершенно незнакомая группировка, Фантомы, это уже знакомая движуха, вот Мстители тоже странные, неизведанные. Это же не все группировки, на самом деле. Множество вариантов имеется в самой игре. Группировки могут распадаться на подвиды. То есть коммунисты там и прочая дичь присутствует, что я не особо-то люблю, но в принципе можно разок погонять. Спавню себя сегодня на Янтаре. Лаборатория Х-16, ну или возле нее, завод Янтарь, выбрана. Выберем начальный лут, две аптечки, четыре бинта, это мой стандартный набор. Значит, Мочалка, продолжаем историю прошлого моего персонажа. Зомби по имени Мочалка. Ёпта. Мочалка. У них есть коронная фраза. Мочи. Ну типа, ну потому и Мочалка. Отправляемся в ЧЗО. Ставлю цель на видео, захватить Янтарь. Также хотелось бы пойти на Агропром, отховать военных, российский спецназ, военставов. Ну и пойти в Мертвый город тоже было бы неплохо. Там поселились бандиты и наемники. Также включены мутанты, посмотрим как с ними будет играться вообще. И здесь есть кладбище техники. Эта локация мало где есть вообще, интересно будет на ней побегать. Если мы перейдем в рейтинг группировок, то можно увидеть здесь огромнейшее количество группировок и подгруппировок. Стойте, их 30? По-моему было больше намного. Захватчики, что это мать его? Впервые это вижу. Ну оно есть. Лидер группировки клон. А какая локация не указана? А, лес. Кажется это лес. Пацанская община. Вот что это? Я до сих пор не знаю как до конца работают идеологи. А вот и уже 37. Было 30, стало 37. Похожие группировки размножились. 39 уже. То есть идеологи размножают группировки и становится их еще больше. Робин Гуда, и частилищики появились. И прочая ничь. Это главная особенность данного мода. Очень много всяких идеологических группировок. Закатовцы, е-мое. Ну закат это прям имба, говорят. Закат это любимая группировка создателя. А вот финалисты, кстати, турнира, который проходит сейчас на канале. Кому интересно, ссылка на плейлисты канала в описании. Там вы можете найти плейлист этого турнира. Итак, мы находимся на Янтаре. Это завод. И чё? Пока никаких изменений на карте не видно. От начала и до этого момента ничего не изменилось. Все группировки пока стоят на своих местах. Отдыхают и готовятся к бою. Мы тем временем разворачиваем свою жопу и идем на бункер ученых. Кстати, интересно, могу ли я брать себе в напарники зомбированных? Кажется, нет. Это тоже не хочет. Отсутствует с ними разговор. Ты тоже стоишь на месте? Чё стоишь-то? Чё стоишь и не кусаюсь? Кока-кола зеро найдено и сухарики. И поврежденная куртка. Интересно выглядит. Курточка новичка, можно сказать. И у меня ТТ-33 имеется на руках. Обожал с ними ходить когда-то в ДДР. Ну чё, вы сегодня будете ходить или не? Выбрать отряд. Отправить на бункер ученых. Зомбированные прессуют ученых, значит. А наши начинают двигаться. Наконец-то я вижу активный отряд. Он идет на захват дальнего рубежа. Кстати, смартный можно менять по-разному. Ставить. Есть настройка. Это также распространяется на Google War. Стандартно, цветные, дополнительные и прочее. Давайте, пусть будет дополнительный раздел интерфейс. Вот такая фигня. Теперь видно, что это точка ресурсов. А это обычная территория. Ну и база, соответственно, как домик выглядит. Кайфик. В общем, погнали захватывать бункер. Вроде уже кто-то туда пошел. Полдежно играть за зомбированных. Губка найдена. Артефакт. Губка плюс 20 сил. Обычно я наблюдаю за зомбированными на карте просто. И они особо не участвуют в войне. А в этом случае выпал шанс поиграть за них. Перенести свой вклад в события на карте от лица зомбированного. У меня жуткое желание все время осмотреть на карту и наблюдать за происходящим. За малейшими изменениями. Но мы, кстати, на Припяти есть. И не мешал бы узнать, какие отношения у нас с остальными. Кто нам враги, кто нам друзья вообще. Здесь монолит, не друзья. Нейтральные отношения, точнее. Темные сталкеры, нейтралы тоже. Осознание. АНСФ-11. Ну и все. Осознание. Монолит. АНСФ-11. И темные сталкеры. Это все, кто ко мне нейтральники. Иначе пришлось бы их захватить. Возле меня находятся два отряда зомбированных. И они уже выдвигаются на бункер учетных. Классная NPC в форме Чистонебовца. Чаинтриа. Недавно делал топ в Чистонебовце по костюмам. Ф-4. Какие? Ф-4. Ты чест. Ф-1 нашел. Правда, любопытно. Куда? Кому мне продавать артефакты и прочее барахло. Я тяню туда бегу. Очень чувствительная мышка. Где-то уже наши мочатся. Подходят уже к бункеру. Бля, сейчас бы еще попадать в кого-то. Хотел ваншотнуть. Но тут даже с третьего раза или с пятого не получается. Мне не нравится эта чувствительность мышки. Надо подправить немалеха. Хрен в кого попадешь таким образом. О, кажется самое то. Намного лучше. А он лежит, подыхает уже. Держи аптечку. Да куда? Какой базар? Я же зомбированный. Я же не умею разговаривать. Это, кстати, фраза, из-за которой я назвал моего персонажа мочалка. LF-85 у меня на руках. Ё-моё, с какой же там мутантов. Отлично. Пусть пока отвлекают, я их буду прессовать сзади. Куда пошел? Стоямба. Мочи. Мочи. Пока что-то они не поддаются в моей стрельбе. Ой, а я вижу себя в тени. Я держу на тени одной рукой пистолета, а по факту двумя. Видели прикол? Ща давайте от третьего лица вообще попробуем включить игру. Это кровосос. Отчего? Макентейн подружился с кровососом, со снорком и еще с одним кровососом. Вот такой прикол. Я вроде и хожу, а вроде и летаю. Вот сбоку как-то можно походить. Вот вперед он просто летит. Эдвард Паттинсон. Сага. Захват янтаря. Роберт Паттинсон и Эдвард Каллен. Точно. Какие же они огромные. Я рад, что они на моей стороне. Ощутимое преимущество. Их бы выбрать и отправить в атаку. Жаль, мутанты не подвергаются управлению. Мы же захватили лагерь ученых. Цель выполнена. Вот бы еще захватить точку ресурсов. Логово о стенках за болотом можно не трогать. Хотя с другой стороны. А погнали и реально поимеем и ту точку тоже. Дабы полностью захватить янтарь. Сначала нужно луп пособирать. Надо наведаться к Сахарову. Есть вероятность того, что он со мной захочет торговаться. Хотя это будет вообще нелогично. И как-то неправдоподобно абсолютно. Я же зомби. Не мешал бы поставить приоритеты на другие локации. На дикую территорию можно поставить на базу наемников. На военных, на агропроме. Также военсталитом присутствует и ВГР. Который русский спецназ на самом деле переименованы. У Пача военные захватили точку на болотах. Врывается в бойню между Мстителями и Ренегатами. Последним днем и Чистым Небом на болотах. Ренегаты присутствуют в сталкеров на кордоне. Мутанты сожрали базу у нейтралов на кордоне также. Интересные мутки происходят. Наемники со свободовцами лазят. Не, ну пока особо ничего интересного. Это только начало. Может ли он со мной поторговаться? Чел, подойди ко мне. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Да, действительно, он хочет со мной торговаться. Правда, жаль. Губка стоит 1300. Ну, хотя бы оружие. По довольно высоким ценам берет. Пока я себя оставлю, L85 забирай. Возьмем пару аптек, пару бинтов, дабы не откиснуть слишком быстро. Как-то так. Еда нужна мне или не нужна? Я же зомби. Но зомби тоже нуждается в пище и как бы... А почему бы не взять и не захавать чей-то труп? Или вообще живого? Надо добавить такую возможность. Было бы реально прикольно, если бы можно было питаться человечиной. Подошел, захавал, подкрепился, пошел дальше. Слышал, вы занимаетесь улучшением свойств артефактов. Расскажите подробнее про этот процесс. Не, может не надо? Сейчас бы артефактами заниматься, когда ты зомби. Нахера нам надо? Значит, куда мы пойдем? Ой, а что это? Наемники двигаются на дальний рубеж. Точка на Янтаре. Куда вы пошли? Алло. На нас бакуют наемники. Значит, меняем план. Сразу идем куда? Бля, на Янтаре, лагере ученых, двигается российский спецназ. Тут важно решить правильно, куда мне двигаться. На юг или на север? Приоритет на дикую территорию поставлен. Может так же поступить с одной из сторон север или юг. На агропром, maybe. Что-то сомнительное, на самом деле. Бля. А давайте-ка сначала присоединем того, кто сильнее. Кто там в силе по оффлайну сильнее в данный момент? Наемники или российский спецназ? Наемники 11, спецназ 12. Идем в темную долину. Бля, идем на агропром. Темная долина это другая вообще часть зоны. Это не то. Получилась ошибка. Вот как раз они сюда уже пришли. Челы, на которых я собираюсь нападать. Погодь, я же патроны не взял быстрее. Иди ко мне. Мигом. А у него же и нет патронов. 5.45. Придется пока что пистолетом попользоваться. Хренавые, шустрые. У них же подходят к базе нашей. Вон они. В развалочку пошли. Ой, меня ранило. Как бы вас так прессануть, чтобы не подохнуть. Возьмем уже АК в руки. Сука, как же это и орешь. Оно вклинит, что и пало клинить. О, минус один. Может когда-то убил. О, вот и второй откиснул. Еще один остается. Ну тут я уже перехожу к нему поближе и жру его лицо. Представим, что это так. Отряд выбит. Пора уже выдвигаться на агропром. Ведь новые силы близко. Надо побыстрее ликвидировать все базы VGR. Давайте будем называть VGR. Я знаю, что эта группировка немного по-другому называется. Просто так удобнее. Значит, насрать даже на ученых вот этих. Они уже ничем не насолят нам. Приоритет на север. Чтобы наемники к нам не шли. Надеюсь, мы рано или поздно захватим эти базы. Побольше приоритета. Опа-ча. Мы на дикой территории уже. Откуда мы пришли, стойте. На росток переход. На какой росток? Это же и есть росток. На ростке переход на росток. На кладбище техники. Что это за бред, стойте. Как это понимать? Вот на склады переход какой-то. На радар переход. В рыжий лес. Бля, что это? Не секую, что это. В общем, пишите в комменты, кто знает, что и зачем. Почему эти переходы находятся в этих местах. Надо подготовиться. Нас ждут там огромное количество отрядов вражеских. Надо будет взять только самое мощное оружие. Вот это я вряд ли продам. Вот это тоже. Ну, это тоже вряд ли. Поэтому выкинем. Побежали. Мы на агропроме. Нас встречает первый лагерь. Ключевая точка. Там стоят воинсталы. Предстоит мне огромный захват. Ведь база русского спецназа крайне большая. Там находятся вообще две базы на одной территории. Ну, то есть вы поняли. Значит, мочи. Ф1 бросаем. Еще есть одна РГД-5. Минус отряд. Кста это был вроде один челси. Повезло, повезло. Бабки на захват имеются. Захват же платный. Но зато по факту появляется отряд сразу же. Как только мы захватили точку. Разрядить ствол. Обана. Прицел нашли. Нормасик. Будем сейчас разваливать всех. Чел так и не хочет торговать. А жаль. Не торговать, не говорить. Вообще ничего не хочет. Ну, а в принципе, почему бы и нет? Зачем же зомбированному чего-то вообще хотеть? Точка ресурсов старая стоянка. Погнали сразу на нее. Чем больше точек ресурсов, тем быстрее у нас спаунится группировка. И тем сильнее у нас отряды в оффлайне. То есть на других локациях наши отряды смогут с большей эффективностью отбиваться или же захватывать территорию. Ничего себе. Я так вижу, долговцы очень активно развиваются. Они много двигаются на военные склады, судя по всему. У них по приоритету, как всегда, захват свободовцев. Военные прессуют территорию болот. Ренегаты. И это не ренегаты. Мстители захватили деревню новичков. Стлакеров на кордоне практически не остается. Всего-то тайный лагерь. И все. Ладно, давайте будем уже обзор делать в конце видео. Надо сделать себе такое правило. Смотреть на карту в начале и в конце. То есть что было до и что стало после. В следующий раз посмотрим на карту. Блядь, меня прессует. Посмотрим на карту, когда уже заканчивать будем. Что-то больно. Помри, тварь. Блядь. Это же не тебе. Повторный заход. Где-то в этой области обитают военные. Пожалуй, гранату я пока переберегу. Для более интересных событий. У меня захвата помасштабнее. Например, база там сидела. В меня бросают гранату. Да пошел ты в задницу, ты че? Ты че, мэн? Вы не можете тут спать. А куда? Я же не хотел тут спать. Ящик патрона нашел на АК. Вот это находка. Реально в тему. Вот потому-то всегда надо шариться по ящикам. Особенно в начале игры. Понимаю, конечно, что насрать же, когда развиваешься. Когда ты уже боец высокого ранга. Тогда я, конечно, согласен. На соратняющики. Все, чел погиб. А вот его партнер. Сгинь, говорю. Так, я время от времени буду копировать зомби, чтобы сжимать собой. Если шо, не пугайтесь, не отписывайтесь. Так, где ты? Чел где-то в болоте. Утонул, что ли? Писяц. Вообще не могу его найти. Так, где ты? Не, он, наверное, утонул. Бог с ним. Абакан у него был. Не смогу пока использовать. Он в крайне убитом состоянии. О, еще один Абакан. Это, кстати, получше. Возможно, я его буду юзать. Че по Абакану. Отряд заспаунен. Мы захватили очередную точку ресурса. Ого, захватывает спецназ. Патрики найдены. Антирад. Да ты шо, реально круто. Волибетам есть еще артефакт. Хотя, не факт. Может, его там и нет. Но чел пошел в аномалию. Нормально все? Он сказал, что ему насрать. Так что, никто не отменял антирады. Водку. Как же туда ворваться? На нас идет отряд. Слушайте. На Янтарь пошел отряд спецназа. Надо его встретить, пока он не перешел. Вот, Тей Спаза. Значит, Янтарь, я герой стополета. И плюс один. Какая-то зелень побежала. Да ты шо. Абакан рулит. Мутасики тут рядом тоже прессовать решили. Ну, не зря они мне все-таки кинды. Сколько же там врагов, капец. Нес им в компот. Патроньте в рот. Хо, здорово, пацаны. Боже. Максимально странный захват. Матерятся там, кричат что-то. В очко пошли. Моя база. Подумаешь, я не вижу тебя? Клинит еще, зараза. Надо срочно ремонтироваться. Ну, а где это делать? Кстати, очень интересный вопрос. Механиков-то нет. Задний вход, точнее задний выход захватывается. Первая наша территория на базе. Бизончики. Фу. Где АК? Хрена, у него СВД. Давай сюда. Пригодится. Сейчас бы гранаты бросать. Все решили в окно повыглядывать. Посмотреть на то, каких зомби прессуют. Согласен. Интересно. Насмотрели, значит. Вот еще один Абакан. Бизон сраный. Не, Бизон точно не надо. А давайте возьмем их бы конем. Ворвемся реально. Бросим пронатным. В ответочку. Ой, больно. Вот это, кстати, больно. Они меня хорошенько так прижали. Центр двора. Это я в труп стреляю, видать. По-моему, еще раз заспавнился кто-то. Атакующий отряд через четыре. Бле-е-е-е. Что-то их становится слишком уже много уже. Как бы так завязать гранату, чтобы было эффективно. Кажется, они все в здании. Бля, я туда не попал. Тут никуда не деться. Я все-таки во двор сразу не пойду. Я сначала прессану площадь у перрона и восточный блокпост. Думаю, поразумнее сначала будет это захватить. Нас спавнить наполненные отряды. И шат отрядами во дворе. Чепушило. Сейчас бы гранаты бросать. Что-то прям зашкаливает количество гранатов здесь. Реально пулеметчики ходят? А, я твой пулемет пойми. Сейчас, сейчас. Ты где-то здесь? А, он уже сдается, типа. Я его убил. Только гранату бросил опять. Прямо в меня. Можи. Хорош. Вы вообще закончите сегодня? Закончится быстро. Ну, если я пулеметчика вырубил, то остальных точно вырублю. У меня закончились патроны. Ну, это прям жесть. Хорош. Пулемет-то не простой, а жесткий. Ну, так-то должно быть лучше. Ко мне, малыш. Давай, давай. Мне бы еще патронов на пулемет. Кстати, перрон уже захватывается. И вот новость, ребята. Но не стоит забывать про патроны. Там очень мало осталось. Ёпта. Меня опять убили. Явно не просто это все захватывать. А, че самое главное? Это самое главное не спешить. Но если я не буду спешить, я так буду сидеть еще. Нет, сто мать его. Там в здании дохренища чуваков. О, гранату не бросить? Она, кажется, прилипла к чуваку. Шикарно. СВДшечку возьмем. И куда-то надо засесть. Блядь, гнида. Я тут решил засесть с СВДхи пострелять. Он подлазит под руки, мать твою. Ну, и че? Где вы? Готов, голубчик. Погибни. Это еще какие-то хрены пришли. Военных здесь очень много. А военные, кстати, это не самая легкая группировка для захвата. Хотя они намного точнее, чем другие группировки. По тому, как они типа военные и необычные этому всему. Плечевую точку взять бы еще. Ни хрена. Это пулеметчик был. Вот такой мне надо. Патроны на пулемет прям в тему. А сам пулемет пока не буду выбрасывать. Надо будет найти торговца. Еще малеха осталась. Загнали их в угол. Тебе капец, че. Тебе тоже. Приятно осознавать, что здесь нет лидера. Не надо будет мучаться еще полчаса после того, как перемочил всех обычных NPC. Где ты? Наверху, что ли, сидит? Военные еще пришли. Откуда вы вылезли? Ля. Это подмога пришла. Ёпта. Как же их там много нас помнилось. Вот это плохо. Очень плохо. С южной базы уже дофига народа пришло. А вот же он. Бью его и база моя. Он вроде убился. Наконец-то. Военные идут на лагере на болоте. На старую стоянку. Ой, бля. Че ж вас так много? Ну, в общем, это все еще затянется на длительное время. Раскидали. Пол дела сделано. Мы захватили уже половину локации. Но то, что двигается с южной базы, это никакие ворота не вылазят. Где брать столько патронов, хрен знает. Остается только брать и отправлять наши отряды в атаку. Умножив нашу численность. Тем самым захватывая базы по новой. Зарабатывая деньги. И получая наши отряды увеличивать преимущество на карте. Не знаю как, но мы потеряли лагерь ученых. Также остров на болоте наш тоже был. Куда наши делись? ХЗ. Я уже сижу некоторое время. Сижу доплодью наши отряды. А зеленые так и не заканчиваются. Но зато мы уже захватили по новой янтарь. Очень интересно за этим наблюдать. Вот это все двигается на южную базу. Вроде уже избавились от врага нападающего на нас. И не можно уже потихоньку двигаться вперед. Собственно говоря они это и делают. Ранг конечно хреновый. Тозики сраные, обоссанные и АК. Не, ну АК в принципе это уже хорошо. Но Тозы это максимально хреновое оружие в данный момент для военных. Военные в броне. Но я уже готов тоже идти куда-то. Военные куда-то побежали. В таком случае стоит захватить старую стоянку. Побежать, перестануть военных. Которые куда-то пошли. Главное чтобы они не пошли на янтарь. А не переходную точку захватили кретина. Где моя СВДха? Еще разочек. Главное не промахиваться. Осталось еще три патрона. Да и чуваков вроде тоже немного. Чел с пулеметом. Тяжелая броня. Бля какой ты мощный. Но даже такие мощные чуваки не выдерживают. Хорина че нашел. Гроза. Но правда она на патронах 7.62. Вот это кстати обидно. Было бы 5.45. Сейчас бы мигом все захватили. Пулемет. Кстати с прицелом. Нифига. Точняк на этот пулемет же можно на прицел кидать. А если поясок кинуть было бы прикольно. И это невозможно. Вот так вот. Вот это жара пошла. Военные почему-то вышли все со своей базы. Какая-то часть пошла на мою базу. И какая-то часть они отдыхали у себя на базе. Но как-то так вышло. Что они сагрились на нас. В открытом пространстве их намного легче убить. Вот это там замес. Сейчас минус военные. Номеропроме будут. Будем уже думать про захват дальнейших территорий. А ты что. Вот это мы их размазали. Отсталые. Нафига с базы выходить. Фух. Нормас. Живо. Только интересных стволов находим. В принципе оно и понятно. Это же военные. Нафиг с пляжа. Там пулеметчик стоит. Какой-то экзистеричек пулеметчик. Это мы пожалуй снесем этим столом. Ух ты нафиг. Вот это прикольная пушка. А где он делся? Там какой-то чел в супер крутом костюме. У меня правда уже патронов. И медицины почти не осталось. А больше медицины. В медицине прямо экстренно нуждаюсь. Пожалуй пока что полутаюсь. Жесть что происходит. Красавцы. Зачет. Жаль пока новички. Потому что надо срочно захватывать базы. Точки ресурсов. И прочее. Че может вот этих разнести еще? Граната имеется. Даже четыре. Я не вижу куда бросаю. Но тут особо это и не надо. Все выжили? А не. Хоть кто-то умер. Ты где черт? Че ныкаешься в кустах? Че зассал что ли? Ай. Ну не без смертей конечно. Я нашел АЕК. Вроде в более менее хорошем состоянии. По крайней мере не хуже чем мой Абаканчик. Соединим прицел хреновый. И прикрепим туда по весу. Вот так то. Военсталы берегитесь. Товарищ мочалка уже подходит к вашей базе. А че то я их здесь и не вижу. А вон военные сталкеры. Че за прикол? Показывал только что. Что ствол стреляет. Семьдесят шестьдесят два патронами. Фига. Вот это броня у вас. Тоже такое хочу. Пока что максимум что мне светит это. Боссаная курточка. Да. Так и написано. Ну че господа. Первая точка на базе захвачена. То есть первая база. Ну и в целом. Все довольно неплохо. Да. Сглазил. Не знаю где тот чел который контролит базу. Ее вновь потерял. Так как меня убили. Придется по новой кого-то убить и захватить. Расстреляно. Не агропром захватывает значит. Кайфик. Вот это еще огромная хата остается. Которая большей части сидит. Эти челы держат похоже северный вход. Блин гранату бросает. Нюхай попу. Все наконец-то освобождена. База северный вход. Прям балдеж. АЕК кстати. Да да. АЕК хочу найти. Опять АЕК нормального нет. Да шо ж такое. Только нашел меня грохнули. Нахрена я все это делал. Ладно входим в базу. Чет хлебушек. Это все мое. Вот это мое. Энергитосы очень важны. Я тут и так как лошадь бегаю. Но мог бы еще быстрее. Зона большая. Энергии нужно много. Очень тяжко захватывать военных. Это реально одна из самых сильных группировок. Да к тому же она тут не одна. А несколько их. Все военные изрывные группировки здесь вроде находятся. Ну и еще кое-что находится на кордоне. Это вот захватить. Все. Можно сказать базы захвачены. Точка ресурсов занять. Тем самым увеличив силу нашей группировки. И скорость спавна естественно. Еще одна точка ресурсов. Также стоянка на холоме. Тоже тут точка ресурсов. Ну да кстати надо кого-то туда отправить. Например сделать вот так вот. Ну выберись уже. И отправить в атаку сразу два отряда. Тем самым захватив повторно базы. Можно получить еще плюс десяточку. Или сколько там. В общем такие дела. Давайте сейчас сделаем обзор на карту. Начнем с болот. Там военные очень сильно прессовали чистое небо. Мстителей. Но все равно они в конце обосрались. Потеряли даже руины деревни. Метеорологический завод. Непривычно здесь не видеть. Он слева обычно. Ну и чистое небо в принципе оживает понемногу. Рад видеть. На кордоне вояки опять. Бандиты. Это главное противостояние на кордоне. И потеряно в деревне новичков. Там были мстители. Сейчас там вообще никого нет. Также свободная старая ферма. Грех орудует в темной лощине. Там нет пещер. Этих сраных. Которые я терпеть не могу. Там у них есть в распоряжении целые две базы. Они понемножечку штампуют себе новые отряды. Даже одна точка ресурсов у них есть. На поляне сталкеры. В темной долине черной слизни и бандиты. И кстати робин гуды тоже. Да да. Есть такая группировка. Долговцы на барахолке. Двигаются на депо. Вот интересно было бы увидеть как долг выбивает бандитов из депо. Дикая территория нами так и не тронута. Мы там были. Но ничего это не принесло. На армейских складах сталкеры и свобода. Стоит подвидеть что здесь реально много сталкеров. Но они здесь только отдыхают. Никуда не двигаются. Все что у них тут есть из баз. Это одна база лагеря в Низине. И точка ресурсов кстати. Две точки ресурсов даже есть у них на складах. Держит можно сказать оборону против северных группировок. Вот этих всех демонских. АНС. Сторонники. Фашисты какие-то. В мертвый город я думаю скоро пойдем. Но там уже и свобода есть. Плюс к наемникам и бандитам свобода. Рыжий лес. Наемники сталкеры. Свобода. Ветер. Это все на одной локации. Доминирования одной из группировок здесь не наблюдается. Риманск. Наемники и ветер. По правилам делят локацию. О и сплошной микс короче на Юпитере. Атряд альфа. Ренегаты. Наемники. Бандиты. Сталкеры. Ученые. Че это? Рассвет. Ну и закат. Рассвет и закат. Прикольно. И в центральной Припяти находится монорит. Темный сталкер. Закат. Больше всего там конечно монорита. Великие ханы в Восточной Припяти. Адская инквизиция. Немного зомбированных. Кстати да. Зомбированные. Надо ставить приоритет на КБО. Может захватим. Адская инквизиция мне враги. Я об этом забыл. Хотя как-то нелогично. Монорит у меня друзья. Адская инквизиция враги почему-то. Хотя по сути это один хрен. И жесть жестокая происходит на Затоне тоже. Какие-то наркоманы или че это? А это комсомол. На Затоне есть. Закат. Сталкеры. Ученые. Наемники. Рассвет. И еще какая-то фигня. Под названием. Элитные воины создатели. Ну это короче опять же какая-то фанатская группировка. Похожая на закат. Создатель. Ну понятно кто такой создатель. Что на ЧАЭС есть. Не так уж и мало их здесь. Закат также присутствует. Интересно какие вообще отношения между моноритом. И вот этими пацанами. Рассвет. То есть закат. И вот это новое элитные воины. Ну и на севере там осознание. Все это понятно. Самое интересное еще думаю впереди будет. Мы тем временем хаваем. Ой а че это? Чистильщики. Откуда они появились? Хз откуда? Ну короче у меня на базе северной. На агропроме появились чистильщики. Че за говно? Ладно давайте уже продолжим в следующий раз. На этом будем прощаться. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Жмите колокольчик. И подписывайтесь на телеграм канал. Там частенько бывают новости по каналу. Всем удачной охоты сталкеры. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok